здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор разбор интервью певицы максим которая чуть не осталось незамеченным в связи с тем что мы так увлеклись семьей цыгановых но там было конечно трешатина полная но тем не менее вот после того как певица максим помните когда она вышла из комы и дала интервью ксении собчак и мы его разбирали но у меня знаете на бессознательном уровне осталось ощущение недосказанности дело в том что в прошлый раз мы так и не выяснили кто мужчина максим и вообще с кем у нее такие вот прям интересные отношения и я думаю что вот в этом разборе мы с вами расставим все точки над ее и поймем что от нас пытаются скрыть ну давайте включим первый фрагмент в первом фрагменте она рассказывает об отношениях вернее как она рассталась с этим александр кажется красавицкий да вот она встречалась с ним до 2014 года они два года вместе жили и и вот что он о ней говорит что она о нем говорит давайте посмотрим послушаем и сделаем выводы есть информация что как раз когда вы уходили от александра к отцу своей второй дочери видите печаль презрение но презрение с челюстью низко а это как правило презрение в отношении себя презрение это вообще эмоция когда мы сравниваем себя с другими то если мы выигрываем челюсть автоматически поднимается к если мы проигрываем значит челюсть опускается но мы знаем что максим человек верующий и возможно у нее внутренний цензор дает ей понять что в этом случае она не молодец она не дотягивает до какой-то воображаемой планки которая у нее там сформировалась до какой системы убеждений ценностей да и соответственно мы видим вот эта эмоция презрения но эмоция презрения направлена против себя но это было как большая любовь и есть информация что ваши отношения закончились когда вы были на седьмом месяце беременности это так если так видите сначала замерла а потом просто сказала это не так причем с презрением опять-таки вниз да с презрением против себя покачала головой нет и сжала губы а сжала губы в конце вот давайте посмотрим вот смотрите а перед этим кстати вот я не обратила внимание у нее через немножко пошла вперед то есть это скрываемые эмоции вот вот это тоже очень важно да то есть давайте пронаблюдаем видите презрение улыбка вниз и опять поджала и через немножко вперед то есть она имеет что-то сказать но не говорит говорит очень односложно и ну как бы уходит от этой темы больше вы не можете сказать нет больше внимания куска их могу сказать что он прекрасный эти видите ну вот плечом не знаю там могу сказать что он ну прекрасный отец до печаль презрение через не сжала губы то есть здесь что-то есть что-то спрятано да то есть идем дальше следующий фрагмент здесь уже та же самая тема была поднята у собчак но на тот момент я не понимала о ком идет речь и вот в тему него не внедрялась я просто смотрела на невербальные жесты сейчас решила сконцентрироваться именно на информационной части давайте смотреть дело в том что и это как раз к этим отношениям вообще относились видите отношения пауза ну то есть она вот сама даже вот на на тот момент когда давала интервью она особо не классифицировала эти отношения да и вот как-то для нее они были совсем не по статусу и не по уровню потому что с одной стороны плечо с другой стороны локоть наблюдаем за ее вот видите плечо пошло а сейчас вот локоть еще силы не серьезно то есть видите отвращение презрение челюсть низко да безусловно она не ставит себя выше но и не считает его своей ровней вот такая вот интересная история не серьезно да ну как-то почти два года вы встречались ну как встречались это больше был такой творческий союз это два разных музыкальных ума да но давайте посмотрим что сам красавицкий они говорил и вообще вот давайте посмотрим что она об этом думает давайте смотреть я слышала о том что вот эту красивую фразу что я ушла к олигарху видите отвращение отклонилась испуг но кстати вот этот испуг как раз и говорит о том что и тут и что-то что-то тут есть понимаете информация до пугающие пугающие но все-таки почему она ее пугает если бы она не испугалась это и ну скажем это информ если бы ее это не касалось она бы и не испугалась понимаете прекрасного музыканта вы расстались потому что она разлюбила она влюбилась в другого человека но это была объективная реальность там был мощный мужик в которого она влюбилась но это какая-то еще смешная он не сказал что олигарх но все так подумали да но мощный мужик запомнили да со стороны взгляд со стороны мужскими глазами мощный мужик историю ну там все сама вдруг появляется мужчина который говорит не и не к тому времени у меня же все было видите плечо поджало сомнения но насчет все было не совсем все было что-то умеет все таки но говорит четко в конце печаль под и поджимает нижнюю губу то есть вот смотрите нижняя губа идет под верхнюю да значит все таки не до конца она нам правду говорит да там много ужимок много всего но значит мы услышали до постороннего можно сказать человека что она ушла к мощному мужику но и здесь давайте разбираться в четырнадцатом году в начале года я так понимаю она уходит от этого красавицкого к мощному мужику от него рожает ребенка уже в октябре этого же года а и в принципе в википедии написано кто отец ее второго ребенка и он попадает под описание мощного мужика это антон петров это предприниматель у которого там несколько направлений бизнеса один из них крупнейший бизнес золото в нашей стране ну и многие ну там много много всего можете о нем почитать такой мощный действительно мужик но самое интересное почему она так молчит о нем почему она не показывает его обществу потому что он буквально в тот же период когда был с ней он женил ну может быть она только родила да и он женился на другой девушке причем девушка непростая дочь миллионера дочь значит он и депутат и миллионер и адвокат в общем девочку зовут елизавета брыскина она а чемпионка или в общем она гимнастка ну папа ей там какой-то комплекс у нее есть но в общем такая тоже непростая девушка он на ней женился и соответственно это уже сошлись два клана да это это очень серьезно да и поэтому ну если даже у них получается были отношения то в интересах всех сторон об этих отношениях молчать потому что слишком большой уровень слишком много там завязано интересов явно и ну поэтому вот вот это молчание можно молчание певицы максим можно объяснить но он как попадает под это описание давайте послушаем что же сама максим вот урывками но говорит об этих отношениях ну предположим что это как раз антон петров давайте смотреть слушать и смотреть ксюш я не люблю говорить о личной жизни но у меня есть там вася иванов он там не знаю художник мы там находимся шоу-бизнесе играем видите закрывает ноздри когда говорит о шоу-бизнесе я не хочу эту информацию получать там и твои во все эти шутки прибаутки у кого-то совершенно другой бизнес и люди занимают позицию больше делать нежели их имя сверкала она больше делать но человек деловой да она описывает делового человека сюда в принципе антон петров под подходит да и при этом вина подавленность замирает это его просьба он не хочет публичности никак ну я сама смотрите вопрос о его просьбе она оставляет без ответа и как бы вот вот это вот и я сама то есть предполагает мысленно что да он не согласен понимаете если бы это было только с ее стороны она бы сказала да нет это моя инициатива да зачем мне вообще рассказывать ну или как-то вот она бы выставилась но она сказала и и я тоже как бы против того чтобы это озвучивать то есть он точно против да но в случае с женатым мужчиной это действительно ну как бы соответствует обычной действительности да лучше не афишировать этого но не просто а в данном случае если мы говорим о петрове то там не просто женат там сошлись два клана там все серьезно да там не забалуешь к здравомыслящий человек понимаю что это лишнее в его в его случае этот человек поддерживал тебя так в его случае они в его бизнесе вот еще ну то есть фразы она подбирает те которые соответствуют как раз вот такой ситуации примешь он давно шуток он аварию с тобой видите он давно с тобой да и смотрите резко старая вот такой резкий жест она ну вообще она после болезни вела себя очень вяло она но таких резких жестов не делала а вот на этой фразе она как бы хорош уже хорош ксюш давай тему заворачивать да то есть вот эта резкая смена позиции тела она не свойственна ей было на тот момент она ну была очень после болезни слабая да и вела себя очень скромно ну вот лишних движений себе не позволяла делать а на этой фразе она резко поменяла положение тела да ну вот так вот резко кивнула да и то есть пережил он и дала понять что давай уже закругляться с этим жил сейчас вот то что стоит ночью мой ангел хранить и обратите внимание он мой ангел-хранитель вот такое ощущение возникает когда у вас великолепнейшая совместимость с человеком вот когда в астрологии до смотришь и там только зеленые аспекты между планетами неважно мужчина или женщина но вы с этими людьми просто знаете как будто вам не надо ни о чем говорить вы мысли друг друга читаете вам просто достаточно посмотреть друг другу в глаза и вы понимаете о чем идет речь вот о таких отношениях так говорят он мой ангел-хранитель но давайте я в конце вам обязательно покажу их космограммы и вы сделаете сами все выводы я вам просто помогу давайте еще вот обрывки какие-то фраз в разных интервью я их просто сопоставила и ну сделала для себя определенные выводы давайте дальше идем мы смотрим что она в какие моменты говорила это еще до комы до всего давала интервью корчевникова давайте смотреть дело в том что в одном своем грехе я должна покаяться я пока покаяться в нем не могу но это до сих пор так или может быть что-то изменилось пока тогда пока покаяться не могу это сама оцениваешь этот грех как что-то ужасное да в принципе да я как я уже сказала и стараюсь следовать стараюсь жить правильно если тем более если мне сюда вернули я верю что это зачем-то произошло чтобы может быть успеть что-то изменить самое ужасное что я не могу пожалеть что ты имеешь ввиду я не могу пожалеть об этом грехе я не могу пожалеть о том грехе который я совершаю а то есть ты не раскаялась в этом ты считаешь до сих пор что поступила тогда правильно то есть я продолжаю поступать продолжаю поступать то есть ты продолжаешь делать тот грех за который тебе не дают причастие это интрига а может быть опять же мне дают время для того чтобы для того чтобы подумать но по крайней мере чтобы что-то исправить что-то успеть сделать хорошие вот я сейчас расцениваю это время именно так то есть есть какой-то грех из-за которого она не может причаститься и этот грех у меня было два варианта вот на момент когда я разбирала это интервью у меня было два варианта это первое либо алкоголь но об алкоголе на тот момент мало кто знал и в общем то на про алкоголь так с болью не говорят и не говорят о том что я продолжаю это делать и ну вот она как-то так больше с любовью об этом говорит да я как бы мне это нравится делать то есть об алкоголе так не говорят да тем более у нее двое детей на момент интервью она не относится к женщинам безответственным да она очень ответственный человек и ну как бы об алкоголе с такой любовью она бы не стала говорить а второй вариант который у меня возникал еще тогда и сейчас он укоренился и ну можно сказать я в него больше поверила это женатый мужчина у которого все сложно у которого все сложнее чем просто он женат да когда просто женат ну просто можно и разойтись можно какие-то отступные жене дать да можно как-то разойтись если у тебя там любовь по-настоящему да а здесь ну как бы с ее стороны по крайней мере это любовь судя по тому как она рассказывает да и ну как бы получается что вот петров как раз опять таки вписывается вот в эту историю да о которой она так говорит дальше еще вот она в этом интервью сказала еще одну фразу которая опять таки еще одним пазлом вкладывается в мою версию что это все-таки петров давайте смотреть а вы знаете когда у здесь болит она рано или поздно твой организм это выдаст и я вообще считаю что многие болезни у нас как раз таки от того что мы очень много держим в себе а я еще была в такой в таком положении когда но нельзя было ничего говорить это связано с отношениями я бы сказала сейчас а двумя отношениями которые вы видите что она говорит нельзя было говорить то есть это прям серьезно сложно да это не просто женатый мужчина ну как бы это уже посложнее завязки и она горит адовые отношения и действительно вот если речь об этих отношениях с этим человеком то я думаю что да действительно там было все очень жестко ой простите где мы остановились не морально не физически несмотря ни на что я все-таки любила этого человека сдавалась на его очередные попытки все вернусь видите любила этого человека каждый раз после каждого расставания это были такие сложные тяжелые отношения тогда появилась проблема вот это и с алкоголем в том числе потому что когда он уходил у меня было одно желание это выпить стакан вина а приходил участок а так но самое главное я пропустила давайте вот отсюда еще раз посмотрим отношениями я бы сказала сейчас а двумя отношениями которые длились у меня почти восемь лет из которых я никак не могла быть вот услышали почти восемь лет ну а здесь включаем математику когда они встретились 2014 году в четырнадцатом же году у них родилась дочь и считайте вот с 14 до 22 как раз восемь лет и в двадцать третьем она из этих отношений как мы знаем выходит до выходит и в том числе из алкоголизма она ну то есть вот как раз последнее время мы и слышим о проблемах с алкоголем и получается все сходится действительно и 8 лет и и все остальное еще один знаете косвенный признак говорящий говорящий о том что даже если предположить что ну вот да она там от петрова родила потом она встретила быстро еще как какого-то другого человека в него влюбилась и вот с ним у него у нее уже вот такие отношения я должна сказать что во первых во время беременности довольно сложно ну вот как то так влюбиться по-настоящему до в другого человека во вторых даже если она только родилась и там встретился еще кто-то еще более интересный то вот давайте сейчас включаю фрагмент тут вот я не верю потому что у нее другой психотип она по-другому влюбляется она это сама проговаривает это понятно ну как бы это понятно по ней да ну вот давайте послушаем пусть она сама скажет чтобы не торопясь подготовиться набраться сил чтобы было что отдать могла бы отдать это всего одному единственному человеку но еще мы его не встретили это да но здесь один момент я здесь надо влюбиться по моем случае крайне редко случается раз такой запрос есть видите что она сказала крайне редко встречается поэтому вот с таким психотипом она вряд ли могла вот в этот короткий период до 2015 иначе это не не влезет в восьмилетний вот этот вот отрезок времени да вот в этот промежуток времени не влезет восемь лет а если предположим что там она родила дочку кого-то встретила ну пусть еще несколько месяцев на это ушло ну вот предположим к 2015 она кого-то встретила тогда она до сих пор должна быть в этих отношениях понимаете а здесь уже понятно что она уже несколько месяцев как минимум без этих отношений поэтому здесь вот как раз и влезает то то время да и вот тот мужчина как раз подходит ну я не знаю может быть у вас есть какая-то другая информация о певице максим и об ее мужчинах да но вот у меня на все таки складывается впечатление что это именно тот мужчина давайте досмотрим этот фрагмент и дальше я вам покажу астрологически еще почему я подтвердилась в этих мыслях все должно случиться нам столько энергии отправляют люди что мне кажется все сбудется я чувствую эту энергию а еще знаете почему вот я верю ей во первых что она редко влюбляется и почему она редко влюбляется дело в том что она относится к такому типу людей которым очень важно интеллектуальная составляющая посмотрите скопление планету не на вот этой оси оси ученика учителя вот стрелец учитель близнецы ученик смотрите целых четыре планеты в близнецах и три планеты в юпитере то есть это вечный знаете вот во первых у нее у самой много знаний потому что у нее северный узел находится в близнецах что говорит о том что южный узел находится в стрельце стрелец это учитель да и она пришла получается с опытом учителя с большими знаниями но эти знания ей необходимо сейчас нести людям виде простых каких-то вещей и вот эти ее песни они видимо наполнены каким-то очень глубоким смыслом я нет я не поклонница ее но вот они как бы простые совсем но почему они так заходят вот это как раз и есть вот этот феномен понимаете вот человек пришел с мудрой душой а в этой жизни ей надо стать учеником понимаете ее задача стать учеником и здесь у нее скоп скопление планет то есть у нее все складывается к тому чтобы быть учеником но самое главное вот с чего я начала с того что есть сложно влюбляться потому что ей нужен интеллектуал такой же как и она понимаете а лучше чтобы он был еще более интеллектуальный а кто ну вот действительно такой вот интеллектуал как правило люди с хорошими интеллектуальными данными мужчины да они достигают большего в жизни потому что ну и вообще у нас у женщин мы считаем самым ну я не знаю как вы но я считаю что самым ценным мужским органом являются мозги потому что ну вот мы все любим умных мужчин почему потому что бессознательно мы понимаем что умный мужчина он всегда найдет способ заработать он всегда будет успешен и соответственно а нам женщинам для того чтобы наше потомство мы могли воспитать выкормить и и пустить в жизнь нужно чтобы мужчина ну как-то помогал да и помочь может только мужчина интеллектуально развитый да и соответственно ну как бы вот петров тоже в это входит потому что человек с таким количеством бизнесов да вот почитайте о нем он и по золоту там у него крупнейшая компания еще там много разных направлений то есть он действительно человек явно умный да и вот ей нужен такой человек потому что вот с таким скоплением и дурачок вообще не подойдет понимаете вот простой какой-нибудь мужичок ей не подойдет и поэтому она с другими мужчинами возможно не чувствовала себя ровнее с ними потому что она была интеллектуально умнее и даже вот в самом интервью она говорит о том что она не любит там в соцсетях находиться потому что она книги читает она реально читает книги и она реально вот такой человек понимаете ей интересно это делать потому что ей интересно обращаться со знаниями поэтому она не так проста как выглядит да и вот она действительно очень умный человек и ей нужен мужчина очень умный дальше узел в близнецах душа мудрая но надо учиться оппозиция луна юпитер назначь вот эта оппозиция где юпитер в соединении у нас даже с ураном получается вот эта оригинальность в социуме да она очень оригинально себя показывает но это все против эмоций понимаете вот либо эмоциональное спокойствие либо вот вот это вот все показывать себя вот так вот да как тебя хотят видеть но с луной а тут вопрос очень спорный потому что я поставила 12 часов дня но луна может за сутки уйти на 7 градусов как в одну сторону так и в другую оппозиции может не быть но если она там рано утром родилась или поздно вече поздно ночью но вот другая оппозиция получается оппозиция нептун узел соответственно уход от реальности кстати вот сюда можно и алкоголизм записать и это против ее предназначения понимаете вот вот это вот мы с вами были свидетелями как это все проигрывалось дальше давайте посмотрим пройдемся по совместимости ее с ее мужчинами которых мы знаем да и вот первый ребенок у нее от алексея луговцова вот пожалуйста на фотографии давайте их синастрию посмотрим здесь и хорошее и плохое я не знаю вам рассказывать вот это все или нет но здесь в общем то совместимость хорошая страсти просто кипели явно потому что тут и оппозиции квадратики есть и эти и три гонщики и секстильщики и соединение то есть вот здесь вот прям знаете явно была любовь да ну любовь такая больше из разряда нет она не кармическая потому что и лилит тут как бы в стороне стоят никак не не питаются не никто никем да тут больше такая для урока что ли ну вообще в принципе здесь можно было выстраивать отношений вот по все эти оппозиции если влезть можно найти причина их конфликтов и все такое да но это уже в прошлом поэтому сильно не будем на этом заострять внимание идем дальше следующий мужчина вот который о ней говорил хорошо да что она ушла к мощному мужику вот это он вот в шапочке сидел шапочку надеть совсем другой человек да здесь у нас совместимость совместимость реально слабая да но как бы она есть но слабовато а то безусловно может быть с его стороны и была тут любовь так сейчас марс и а вот это значит соединение его нептун и юпитер да она идеал для него в социуме соединение его солнце и и марс а его заряжала ее активность и вообще вот ему для эго было очень хорошо с ней быть рядом да ей нравился секс с ним да а тригон ее венера его нептун она для него просто внеземная любовь дальше квадратурки вот эти вот я сейчас по соединениям и по тригону сказала квадратурки у нас его луна ее венера в быту у них довольно сложно было но это квадрат это в принципе не страшно квадрат лечится поэтому вот этот момент и кроме того луна под вопросом опять потому что мы не знаем времени рождения до квадраты и плутон его узел ее энергия мешает его предназначению то есть в общем то было и хорошее и плохое тоже с этим человеком да а теперь давайте посмотрим вот этого самого петрова я прошу прощения перекрываю фотографию ребенка ну я надеюсь вы не обижаетесь а да значит ну и что мы видим по их совместимости бабах барабанная дробь посмотрите какая красота вот он мой ангел понимаете вот а таком а такой совместимости можно сказать что он мой ангел-хранитель так же как и она для него но для начала вот даже если не совмещать их карты я просто посмотрела их по отдельности у них у обоих марс и в близнецах то есть сексуальные предпочтения у них одинаковые венеры обе во льве оба любят роскошь любят блистать да и не удивительно что у него ювелирный бизнес и все такое да действительно это тот человек который ювелирный бизнес открыл да а дальше теперь по три гонщика тригон его меркурий и и плутон он говорит вот ему достаточно просто рот открыть сказать что-то и она просто балдеет от этого а она его заряжает понимаете вот плутон это прям и секс и энергия и все то есть и он говорит она вот вот просто балдеет от этого тригон и и венера его уран его оригинальность и и вдохновляется секс стиль его сатурн и и юпитер он ее оберегает в социуме она приносит ему удачу секс стиль его сатурн и ее вене его сатурн и и венера он исполняет ее желание одну при такой совместимости вряд ли они в 2014 году разошлись и вряд ли она нашла вот так прям махом вот такого лучшего до предположим человека но лучше бывает но для того чтобы его найти вот прям из отношений в отношении вот так и я не знаю может у вас так бывало в жизни но это надо просто чтоб это монетам в воздухе что называется зависла да но то есть вот такое такая совместимость это это божественная просто совместимость когда ты встречаешь человека вот с такими зелеными аспектами в синастрии ну это чувствуется понимаете это прям чувствуется и такого человека очень сложно отпустить из своей жизни кстати у меня сейчас вот я записала дописала уже почти все уроки там остался один последний по вот по натальной карте по пользованию программой z9 вот для того чтобы вы просто открыли и начали вот это все делать на простым простейшим языком я объяснила как это делается там буквально сколько 11 уроков будет еще один и все 11 уже записано а там для чайников потому что вот я долгое время не занималась астрологии потому что открываю эту программу z9 а там столько этих кнопочек столько всего и я просто закрывала и еще там год проходил да и я не занималась а потом когда я все-таки вникла разобралась в этом всем оказалось все так просто и вот я как раз нашла вот эти простые слова чтобы вам объяснить это все мне кажется вот этот курс это то что надо потому что ну даже вот когда я после формулы души например занялась вот этим я поняла что формула души вообще ничего не дает никакой информации а здесь ты видишь абсолютно все понимаете вот абсолютно любой вопрос какой вас интересует вы можете на него ответить с с помощью астрологической вот этой вот системы да с помощью z9 единственное что ну в общем этот курс у меня 990 рублей как и все мини курсы единственное что сами закачайте пожалуйста программу z9 сами это решите да и вот и а я вам покажу как этим пользоваться это очень легко очень просто но научитесь уже вот эти вот вещи делать для себя на для своих близких и разберитесь вообще какие отношения да но я я еще не закончила по этой истории потому что вот пожалуйста это наш александр петров он кстати вообще я смотрю не с невестой не сфотографировался не с максим нет общих фотографий нигде да то есть он такой инкогнито немножко да вот это елизавета его жена у них уже двое детей насколько я понимаю а теперь посмотрите их совместимость ну вот вот как бы видите красные линии это оппозиции это квадраты это то где планеты между собой ссорятся и здесь у нас зацеплена и на черную луну и вот прям все что может быть сложного она как раз и есть вот у этих людей то есть вот этот брак ну вот и если смотреть да вот эта совместимость да да я считаю что здесь действительно кланы просто поженились да для того чтобы как-то решать совместный бизнес а вот здесь вот это по любви и поэтому вот так сложно из этих отношений было выйти максим поэтому он постоянно возвращался потому что действительно ему было хорошо с ней и очень жаль что они расстались но с другой стороны но что делать я уверена что максим встретит кого-то другого тоже подходящего ей и будет у нее счастье ну а я на этом наверное буду закругляться если вам интересно по поводу вот обучение присоединяйтесь я можно сказать объявляю о старте этого обучения а если хотите приходите ко мне на консультацию там вот с помощью натальной карты вообще можно разобраться в любой ситуации если вы там на грани развода или какая-то у вас сложность да вы не понимаете это настолько вот прям видно вплоть до того как вы встретитесь со своим избранником это все вот натальной карте можно прочитать и кстати в обучении я эту информацию тоже дам вот все что у меня есть и очень компактно все собрала вот в эти 11 уроков 12 сделаю уже такой обобщающий там очень много практики там прям вот я думаю что ну так на 70 процентов эта практика и на 30 примерно процентов это объяснение и в общем-то схема там довольно понятная да и я думаю что я правильно ее хорошо объясняю да поэтому присоединяйтесь к нам а это еще одна тема которая меня сейчас просто будоражит такие открытия делаю очень интересно кстати если интересно я еще хочу знаете что разобраться вот королев королевы вот как они там женятся по любви не по любви вот это все тоже очень интересно если вам интересно тоже пишите в комментариях кого разобрать вот с этой точки зрения с астрологической потому что ну прям такие вещи интересные откапываешь любопытно в общем если вам также любопытно присоединяйтесь пишите в комментариях да я с вами прощаюсь на сегодня пока пока до новых встреч